Здравствуйте, уважаемые зрители портала stopgame.ru! В очередной раз мы открываем двери для рубрики Refund, где мы всё так же традиционно делимся своими первыми впечатлениями от общения с разными свежими новинками. В эфире, как обычно, Глеб Мещеряков и Иван Лоев. Приступаем! И открывает наш сегодняшний выпуск игра, которая выбивает прям-таки бинго вещей, которые мне нравятся. Так сказать, загибайте пальцы. У нас есть механика, которая чем-то отдаёт Frozen Synapse, одной из лучших тактических игр, которые я знаю. Есть элементы Into the Bridge в этом всём, которую я тоже дико люблю. Всё это визуально очень сильно напоминает всякие глобальные роботические стратегии в духе, там, батлтех. Ну, как бы, мы получаем тот факт, что мимо Phantom Brigade я просто физически не смог пройти. Так, ну, роботы есть, но это не Тихоокеанский рубеж, и здоровенных монстров тут не имеется. Да, так же, как в батлтехах и большинстве, собственно, тактических игр с роботами, у нас роботы дерутся строго с роботами. Люди против людей. Как всегда, существовало некое мирное идиллическое государство, на которое напали какие-то нехорошие, значит, ребята, всё захватили. И вот теперь бравый отряд наших молодцев, у которых есть тайная разработка, судя по всему, или какая-то такая приколюха, благодаря которой они и собираются отвоевать все свои территории, в общем, занимаются тем, что восстанавливают мир во всём мире, приносят добро и благодать. А эта приколюха накладывает отпечаток на геймплей? Это какая-то механическая приколюха, или просто МакГаффин какой-то непонятный? Насколько я, по крайней мере, пока что понимаю, это именно геймплейный МакГаффин, потому что, ну, типа, на 90% Phantom Brigade выглядит как стандартная роботическая тактика. Есть роботы, которых можно кастомизировать, есть открытый мир, по которому мы путешествуем от одной миссии к другой, драки, это на какой-то относительно локальной территории ход мы, ход они, ход мы, ход они, можно отстреливать всякие руки-ноги, есть разное оружие, много фокусов присутствует. Но твист заключается в том, что, несмотря на то, что игра пошаговая, у неё, так же как в Frozen Synapse, флюидная пошаговость. То есть вы планируете свой ход на 5 секунд вперёд. И в рамках этих 5 секунд у вас нету там очков действий или каких-то фаз, у вас есть отдельное управление движением своего юнита, вы можете приказывать, куда бежать, и вне зависимости от того, находится юнит в движении или нет, ему можно приказывать использовать оружие или какие-то особые способности. Но при такой схеме обычно происходит так называемая одновременная пошаговость. То есть ты планируешь действия, и потом со всех сторон эти действия проигрываются. Ну как в Frozen Synapse и было, собственно. Оно так же здесь работает? Да, здесь так же работает. Чуть-чуть я неправильно описал ранее. И роль Макгаффина, которая в геймплее сказывается, заключается в том, что вы знаете, что будут в следующем ходу делать враги. Как во Frozen Synapse не надо заниматься гаданием, побежит противник налево, направо, находится он здесь или там. Если вы врага видите, вы знаете, что он там будет атаковать вот этого или вон того. Ну и, соответственно, ваша задача, имея зачастую меньшинство сил, пользуясь вот этим вот тактическим преимуществом, вы одолеваете, собственно, плохих парней, собираете ресурсы, улучшаете своих мехов, набираете новых пилотов. Ну и, в общем, происходит вот эта вся стандартная бодяга. Тут есть своя такая зона того, к чему надо привыкнуть, но в ответ получается довольно живенькая и прикольная штука, потому что здесь хорошо проработана разрушаемость, причем она проработана не просто до того, что ты стреляешь в робота, не попадаешь в робота, попадаешь в здание за ним, и там часть здания обрушается, или что лазером можно здание прям практически срезать, а она доходит до того, что два робота, которые сталкиваются, ну, меха, если говорить точнее, они там оба могут упасть, могут упасть в здание, соответственно, получить какие-то разрушения, и поэтому я подозреваю, что где-нибудь часу на 10, 15, 20, за первые два часа ты проходишь, ну, я успел захватить только одну провинцию, и по большому счету я прошел обучение, судя по тому, что меня прям, типа, достаточно плавно вели, я подозреваю, что часу к 20, там начинаются такие зарубы, и такие разрушения вокруг происходят, что прям должно быть очень хорошо и замечательно, если, конечно, это все не просаживается, потому что, как всегда мы напоминаем, в рефанде мы говорим о, там, первой паре часов общения с игрой, а иногда даже меньше. Дальше я, на самом деле, теряюсь, что говорить, потому что в остальном Phantom Brigade отлично просто собрана, при том, что в ней есть вот эта вот сложная система с тем, что тебе надо разбираться, как здесь атакуют, как здесь бегают, не потеряться в интерфейсе, в кнопочках и возможностях, в остальном она просто довольно миленько и минималистично выглядит, с таким вот эффектом, как будто это действительно какие-то модельки роботов, а не прям какие-то гигантские роботы, и, возможно, я бы даже сказал больше в сторону мультяшности, потому что здесь очень прикольная работа с цветом. У каждого робота можно по-всякому раскрасить, окружение очень выделяющееся, и с точки зрения вот тактической, когда тебе надо считывать, что происходит, кто где находится, это как бы отлично себя показывает, потому что ты не теряешься, никто там ни в какой камуфляж в лесу не перекрашивается и не сливается, а все прям вот сразу видно всю шахматную доску, как я это люблю. Играет приятная музыка, часть диалогов, которые озвучены, часть катсцен, которые присутствуют, нормально поставлены, но, опять же, я игру запускал не ради там великого сюжета, я прекрасно понимаю, как работают все вот эти вот истории, просто дайте мне повод для того, чтобы мне надо было захватить здоровенную территорию, я буду бегать по ней своим замечательным отрядом, ну и, как логичный вывод из этого, естественно, не рефанд и всяческие рекомендации всем, кто любит подобное. И снова в рамках рефанда крупно-бюджетный гость, который уже знатно пошумел, на страницах нашего сайта, кстати, тоже. Но если вы до сих пор не в курсе, чем же хороша вышедшая в прошлом месяце Atomic Heart, мы сейчас с удовольствием расскажем. Вообще, судя по лентам в соцсетях, хороша она за счет хорня холодильника, фигуристых близняшек и ремиксованной эстрадной классики. Но, да, есть и более приземленные моменты. Например, проработанная вселенная в ретро-футуристическом стиле со своими тайнами и интригами. Ну или возможность задействовать два типа оружия, в том числе фирменную перчатку с кучей спецспособностей. И все это можно применять на предметы окружения, тем самым оказывая влияние на процесс разборок с местными противниками, которые тоже отличаются разнообразием и зачастую требуют особого подхода. И это уж не говоря о боссах. В общем, релиз показал, что проект не зря оставался одним из самых ожидаемых в рамках текущего года. Так что не оставайтесь в стороне. Игра распространяется на площадке в Экоплей, куда удобно перейти, воспользовавшись ссылкой в описании. Приятной игры. Ну а мы пока продолжим про свое индюшное. Переходим к совершенно противоположному по своему духу и по своей подаче проекту под названием D.A.C. Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper. Это набор миниатюрных мини-игр. И это даже не тавтология, потому что они реально ну совсем прям маленькие. Вот сейчас чуть дальше разверну эту мысль. Пока просто закрепите эту информацию. Компания друзей и уток гуляла по природе, ходила, бродила и нашла картридж с названием 100 в 1. Что, конечно, отсылается к нашему родному Дэндевскому прошлому. Это какой-то проклятый картридж оказался. Там появился злодей, который теперь заставляет этих утят проходить те самые мини-игры. Получается 5 утят. Для каждого подготовлено 20 игр. И каждый из этих утят может потратить 5 жизней. 5 сделать критических ошибок. Но это не значит, что вы можете завалить свою игру только 5 раз. Потому что на самом деле, когда вы проигрываете в какой-то мини-игре, вы можете ввести так называемый чит-код. Просто набрать последовательность стрелок вверх, влево, вправо, вниз, которая отображается на экране. И попробовать еще раз. Соответственно, здесь нет никакого мега-давления. И если просто быть внимательным, то вы со всем справитесь. Ну и теперь непосредственно уже к сути мини-игр. В некоторых достаточно реально одного нажатия кнопки. Вы просто должны в нужный момент нажать кнопку один раз, и вы пройдете эту мини-игру. Бывают, конечно, чуть более замысловатые, чуть более требовательные к вашим скиллам, но это скорее исключение из правил. Конкретную суть мини-игр не буду описывать. Это в основном какие-то аркадные приколюхи, вполне доступные и понятные по сопроводительному видеоряду. Но подчеркну, что да, эти мини-игры отсылаются ко множеству вещей. Я, когда присматривался к этому проекту, думал, что в основном отсылки будут к классическим восьмибитным играм из нашего детства. Но, как оказалось, это не самая главная тема, хотя здесь она тоже присутствует. Здесь можно встретить отсылки к Duck Hunt, к Battle City, к Circus Charlie и же с ними. Но тут также есть отсылки к современным мемам, есть отсылки к персональным компьютерам, есть отсылки к более старшим поколениям консолей, например, к Solidusnake'у. И, в общем, в целом к культуре видеоигр. И даже не только видеоигр, а, в принципе, к гик-культуре, наверное. А как это все происходит? Ты просто начинаешь игру, тебе дают утенка и надо пройти какое-то количество мини-игр подряд? Да, все верно, все так, то есть за одного утенка сначала проходишь 20 игр, причем 20-е подается как более сложное, более комплексное, потом за приставку садится другой утенок и начинается его 20 игр. Я в итоге прошел 40 игр и причем уложился в наши традиционные 2 часа, по-моему, даже меньше затратил на это время. Ты проходишь вот этот сюжетный режим и открываешь ну, свободный режим, так называемый, в который можно зайти, выбрать конкретную игру, установить уровень сложности, этот уровень сложности в разных играх по-разному оказывает влияние и просто развлекаться. Но тут как раз мы переходим к большой, на мой взгляд, проблеме. Из тех 40 игр, которые я прошел, ни одна из них не увлекла меня настолько, что мне прям вот захотелось неистово переигрывать ее раз за разом. И на мой взгляд, это проблема. Да, понятно, как бы мини-игры, они отчасти должны быть такими проходными, но уж какие-нибудь-то должны были цеплять и вызывать желание вернуться к ним. Я вспоминаю старую игру, которую еще компания 1С создавала на дисках, она называлась Лохотронщик. Это была игра, сделанная из пластилина, и это тоже был, по сути, сборник мини-игр. Там тоже было прям таких очень много проходных штук, но при этом были, ну, я не знаю, штук 5, штук там 10, возможно, развлечений, которым хотелось вернуться, в которых, возможно, ну, добиться более ощутимого результата и так далее. Так вот, здесь я не встретил ни одну такую игру, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, было бы круче сократить количество этих самых игр, но сделать их более полноценными, потому что в противном случае интерес угасает, и у меня он, собственно, угас. Особенно учитывая, что сороковая игра, это просто, блин, душнилово сплошное, там просто надо ходить по лабиринту и собирать ключи, ты просто тыкаешься, как слепой котенок в этом лабиринте и надеешься на рандом. Чтобы уж совсем не показаться злостным критиком, хотя, конечно, на мой взгляд, игру есть за что пожурить, отмечу, что графика и музыка в DAC классно сделаны, стилизация прям прикольная, отсылочки такие изящные, интересные, музыка подходящая, короче, все в тему. Поэтому, уже по сути резюмируя, скажу, что можете попробовать, возможно, просто нужно отношения поменять по сравнению с моим и не ждать от этой игры каких-то развлечений, к которым хотелось бы вернуться. Или, наоборот, вы встретите эти самые развлечения и будете возвращаться. В общем, попробовать можно, но я, честно говоря, рефантнул и не особо жалею. Прошло уже несколько дней, как я играл и как-то уже все затерлось, забылось. И, в общем, тяги попробовать какие-нибудь еще мини-игры из этой подборки у меня так и не возникает. С игрой Clash Artifacts of Chaos у меня вышла странная ситуация, потому что я, будучи подписанным на твиттер-разработчиков и периодически видя какие-то выдержки, трейлеры и подобное, у меня было четкое ощущение, что игру разрабатывает какая-то сторонняя студия при поддержке собственно AST. Да, при поддержке оригинальных авторов диалогии Xenoclash и поэтому эта часть и называется по-другому и вид у нее другой. А там, напомни, обе части были от первого лица, да? Да, обе части оригинальной Xenoclash были от первого лица, тоже сосредоточены на кулачных драках и на том, что смотрите, какой у нас шизанута необычный мир, в котором вещи могут быть очень странной формы или содержания. Но потом я запускаю игру и обнаруживается, что делала ее именно оригинальная AST. Тут, короче, у меня начинают возникать вопросы, типа, а почему это не Xenoclash 3? Ну, мне кажется, определяющим фактором являлся переход в другой вид. То есть, здесь вид от третьего лица и поэтому, наверное, разработчики захотели разграничить. Ну, может быть. Это такой вопрос, риторический, потому что в целом Clash и там, и тут, и везде написано, что эта игра имеет отношение к оригинальным двум первым частям. И, насколько я понимаю, непосредственной связи с тем, что мы видели в Xenoclash здесь нету, потому что это какой-то другой кусок мира зенозоик, и, соответственно, мы видим новых врагов, новых животных, новые декорации, практически все новое. Но, за исключением вот этого, по большому счету, что Xenoclash, что Clash Artifacts of Chaos это примерно об одном и том же игре. У вас есть некая локация, по которой вам надо куда-то двигаться, на этой локации разбросаны значит, какие-то предметы, которые можно собирать, бегают враги, которых надо избить, и периодически встречаются более интеллектуальные, короче, противники, с которыми вы можете не только подраться, но вступить в местную настольную игру. Открывается поле, на него кидаются, значит, игральные кости, и потом вы с помощью вот этих вот самых артефактов, насколько я понимаю, в честь которых под заголовок у игры, можете что-то делать с костями, которые расположены на поле. Там у каждого артефакта какое-то свое значит действие, кто-то увеличивает количество точек на кубике, который ваш, и ближайший к этому артефакту, кто-то еще что-то делает, короче, масса разных вариантов, что можно с этим всем делать. Но большую часть геймплея составляет, во-первых, мордобой, который, ну, мордобой, в Африке мордобой, вы подходите к врагу и просто бьете его кулаками. Есть какое-то количество ударов, есть открывающиеся суперудары, есть разные стойки, которые можно, я так понимаю, переключать друг между другом, но не прямо в процессе боя. И это дает некое разнообразие, но на самом деле все равно все сводится к тому, что ты подходишь, закликиваешь врагов, потому что флюидности какой-то, не знаю, плавности в движениях, что главного героя, что врагов все еще нету, все еще есть четкое ощущение того, что ты играешь в такую пошаговую игру про кулачные бои, потому что когда ты нажал на кнопку типа ударить, персонаж начинает воспроизводить анимацию удара и до тех пор, пока она не закончится, ты с ней ничего не сможешь сделать, ни перенаправить, ни прервать для того, чтобы уйти там в откат у ворот, отпрыг и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому драться здесь не то, чтобы очень весело и интересно. Вторая половина геймплея это ориентирование, я не знаю, как это назвать. В общем, Clash Artifacts of Chaos это чуть более открытый мир, чем Xenoclash, по крайней мере, насколько я ее опять же помню. И как бы существует медаль, и у нее две стороны. С одной точки зрения, он выглядит достаточно стильно, клево, это цветастый мир, на все накладывается еще такой интересный какой-то шейдерный эффект, это выглядит прям классно, прям прикольно, прям хочется это разглядывать, но проблема заключается в том, что ориентироваться в этом вообще невозможно. Я думал, что это как бы моя какая-то проблема, потому что мы еще сегодня к этому вернемся, и что просто ну вот почему-то я не в той фазе нахожусь, когда понятно куда надо идти и бегаю из-за этого кругами, как дурак. Но потом я зашел на страницу игры и там собственно авторы устроили опрос прям буквально в стиме. Нам поступает много жалоб на то, что в нашей игре невозможно ориентироваться непонятно куда идти. Что вы хотите по этому поводу сказать? И заходишь в комментарии и там просто вагоны людей, которые да, я тоже ни хрена не понимаю куда надо идти, потому что все одинаково цветастое и вот как бы есть там не знаю в Uncharted'ах в God of War'ах наверное штуки, которые периодически критикуют там подсвеченные каким-нибудь желтым маркером бочки или уступы, за которые надо зацепиться и поэтому игрок, который не понимает куда ему надо идти всегда видит на что ему надо обратить внимание. Вот в Xenoclash как бы все покрашено в этот равномерно желтый цвет образно говоря и поэтому ничто не выделяется и тебе вообще непонятно куда надо идти а периодически надо типа найти какую-то расщелину сквозь которую герой сможет пройти или еще какая-нибудь фигня, которая даже когда ты рядом с ней стоишь не всегда срабатывает триггер понимания, что типа а, я вот сюда могу пойти это там дверь или лаз или еще что-нибудь такое. В результате получается вот странная фигня. С одной стороны я не могу сказать что в Clash Artifacts of Chaos было больно играть там или что она ужасно выполнена или что вот эта настольная игра как кошмарная или драки просто трындец какие унылые в принципе все работает и вот опять же с художественной точки зрения оно прям какой полет фантазии выдает но с персонажами тебе всегда приходится драться и персонажи это всегда две ноги две руки там голова и что-нибудь подобное получается так что с какой-то с какого-то момента ты перестаешь ценить то что перед тобой очень экстравагантные персонажи потому что ты знаешь что тебе просто надо набить всем морду в очередной раз у меня от творения A-Steam к сожалению остается такой привкус того что это могло быть что-то прям намного намного более мощное интересное и западающее в душу но вот получилось то что получилось поэтому я для себя игру рефандну следующий проект из мира стелса называется он Goan Rogue на первый взгляд может показаться что это какой-то клон командос потому что здесь тоже на скриншотах видны четко вот эти знаменитые секторы взглядов есть понимание того что враги что-то охраняют патрулируют а ты осуществляешь проникновение но при этом все это происходит в какой-нибудь Англии начало 20 века или конца 19 века и кстати говоря сразу отмечу что на самом деле это не Англия а вроде вымышленный мир какая-то вымышленная вселенная с вымышленными проблемами но она явно отсылается к нашей истории и что касается командос отчасти так оно и есть тут тоже можно применять разные трюки отвлекающие действия задействовать специальные умения устройства и так далее но на самом деле для этой игры скорее подойдет характеристика в духе изометрический фиф во-первых главный герой один и мы играем исключительно за него то есть нету команды персонажей между которыми нужно переключаться во-вторых акценты игры расставлены так что здесь все крутится больше не вокруг нейтрализации противников а командос было именно про это про зачистку карты а все-таки вокруг скрытных проникновений вокруг краш вокруг того что нужно как можно меньше оставить следов как можно меньше допускать рисков и вот это вот все с этой точки зрения это однозначно вор ну вот да мне так и подумалось ну и плюс с вором мне кажется цветовая какая-то схема немножко перекликается здесь очень много темно-синего но при этом еще присутствуют источники света в виде открытого пламени порой каких-то ламп и так далее в гонроуг я пока прошел всего две миссии и они сводились к тому что нужно просто осуществить проникновение в то или иное здание и во второй миссии кстати даже не сообщалось конкретно куда а нужно было просто на определенную сумму наворовать в каких угодно зданиях куда хочешь туда идешь и в этом плане игра более такая ориентированная на песочницу то есть цели не заставляют игрока ужиматься в определенные рамки а подталкивают к импровизации и к проявлению какого-то своего подхода этот тезис подкрепляет и то что здесь есть лут здесь есть разные расходники а еще здесь есть крафт который можно осуществить в хабе между миссиями мы находимся в таких трущобах где можно побегать поговорить с персонажами и заняться какими-то бытовыми своими вопросами и там же мы собственно продаем награбленное для того чтобы впоследствии эти деньги пристроить еще один любопытный момент здесь есть прокачка причем она такая двухфакторная если можно так выразиться с одной стороны мы постоянно прокачиваем те навыки которыми пользуемся то есть мы если мы часто взламываем замки то со временем делаем это успешнее с другой стороны мы по более такой классической понятной схеме получаем очки которые можем вложить в то или иное направление и то есть опять же таки подкрепляя вариативность отмечу что здесь можно соответственно делать ставку на более шумное но более быстрое воздействие то есть ломиком там взламывать быстро перемещаться возможно ну поднимать какой-то легкий шорох но при этом все успешно проворачивать либо наоборот очень тайтово играть с отмычками постоянно дожидаться когда все отойдут все разойдутся прятаться и так в общем в этом плане я уже понимаю что раз за разом возвращаюсь к этой самой пресловутой вариативности но действительно судя по тем двум миссиям которые я прошел игра ее вариативность предоставляет поэтому если вы заинтересованы в стелс жанре как таковом я бы рекомендовал обратить внимание при этом отмечу что выглядит игра неплохо да немножечко как будто отдает бюджетностью порой что-то такое проскакивает но это явно нельзя назвать навязчивым воздействием соответствующая духу игры музыкальное сопровождение все достаточно аутентично единственное что я хотел бы отметить это блин на мой взгляд прям какая-то излишне кустарная озвучка главного героя который в основном высказывается в роликах между миссиями когда показываются нарисованные заставки подается сюжет я лишился всего работы квартиры и статуса тут-то в моей жизни и появился Карл такое ощущение что этого главного героя озвучивал чуть ли не сам разработчик но в общем вот озвучку более качественную навернуть бы главному герою и уж совсем было бы тяжело подкопаться а так да хороший добротный проект на стыке тактики и стелса все-таки с уклоном в стелс заслуживает вашего внимания из одной альтернативной истории мы прыгаем в другую потому что событие The Last Shot тоже происходит в какой-то альтернативной истории где есть гигантский город в котором просто невероятных размеров пушки содержатся и судя по истории как бы как всегда у нас есть две стороны конфликта и они перестреливаются из этих самых пушек но пушки эти нас не касаются потому что главный герой инженер и его задача по крайней мере в том куске игры который я освоил заключалась в том чтобы вообще добраться до рабочего места я тоже поиграл в The Last Shot там на фоне подается какая-то сложная история с тем что записки оставляет его возлюбленный или нет но мне вот кстати не очень остались понятные нюансы сюжета как будто бы не совсем получилось у авторов его подать без слов как они это постарались сделать не очень понятно это грубо говоря сестра главного героя или его девушка и потом внезапно как-то без объяснения причин вот она уже на какой-то спецоперации в тылу противника причем как бы она одна маленькая хрупкая рядом толпа мужиков в бронежилетах там с какими-то стволами огромными и как бы причем непонятно ее отношение к происходящему то есть она вынуждена отправляться или она сама захотела короче вот да да и еще больше непонятно отношение к этому всему главного героя потому что он на протяжении всего ну опять же освоенного куска бегал с одним и тем же лицом и на эти самые сообщения вообще никак не реагировал но эта игра она как бы не про нарратив комплексную историю раскрытия персонажей и подобное она ну с точки зрения геймплея про платформинг и с этим заключается как бы моя наверное главная вообще проблема с игрой потому что у нас есть главный герой инженер его есть гаечный ключ и молоток и большая часть того с чем мы будем сталкиваться это не какие-нибудь интересные загадки которые пристало бы решать собственно инженеру с помощью инструментов которые у него есть а платформинг который кривой косой очень инертный очень в рандомные моменты срабатывающий и из-за этого ну периодически просто запрыгнуть на какую-нибудь платформочку лично для меня было прям ну не то что мукой но неприятно когда ты как бы понимаешь что тебе надо просто перепрыгнуть через вот эту штуку и игра такая а я не зарегистрирую что ты вообще нажал на кнопку прыжка и герой просто упадет вниз как-то это не весело но у меня подобных проблем не было с прыжками я вроде неплохо с ними справлялся и хочу отметить что загадки-то все-таки инженерного плана есть в игре это все-таки больше логический платформер чем акробатический но ты прав в том плане что интересных загадок как будто бы не то чтобы много здесь ну и я примерно понимаю твою жалобу относительно прыжков то есть я примерно догадываюсь где в итоге ты мог там оступаться и ошибаться но меня не то чтобы это прям сильно беспокоило в моей игре ну возможно я нежный потому что я как бы и холлоу найт из-за того что мне не нравится то как там работает прыжковая система за рефандил свое время лишний раз напомнить о своих грехах у меня вообще другая проблема возникла с игрой на которую я бы хотел обратить внимание мне не всегда было понятно какие предметы на локации интерактивно а какие нет то есть здесь порой нужно найти что-нибудь чтобы где-нибудь применить и это теряется в окружении да я хотел тоже в эту сторону вырулить потому что вторая главная моя беда заключалась в том что здесь шикарное визуальное решение я не знаю как это назвать но типа то как вот этот мир нарисован вот от пушек которые где-то там на фоне вертолетов которые летают носят какие-то то запчасти то боеприпасы то еще какую-то фигню монорельсы автобусы здания интерьеры вот типа то как это все нарисовано и я подозреваю сколько времени и сил потребовалось для того чтобы это все нафигачить я прям дико проперся с того как это все выглядит детализация очень высокая детализация и оригинально все нарисовано то есть самобытно да и из-за этого как раз таки всякие активные предметы части локаций ну как бы которые подразумеваются что тебе надо там туда запрыгнуть они прям теряются вот собственно проблема того же Зина Клэша у тебя так как нету никакой подсветки там на самом деле она иногда есть ну или может быть всегда но просто я ее не всегда видел активные предметы которые ты можешь с которыми ты можешь повзаимодействовать вокруг них там беленькие огонечки еле-еле что-то как-то летают искорки парят и это заметить можно но например на вот той самой автобусной остановке я в какой-то момент минут 10 просто по 5 метрам которые мне были предоставлены бегал вправо-влево не понимал что мне надо сделать махал и молотком и гаечным ключом потом понял что что-то что-то я вообще делаю не так или игру забаговало на следующий день я туда вернулся и увидел что надо было на самом деле прыгнуть вверх там была лестница и такого рода разного масштаба затупы со мной происходили регулярно но как бы как минимум в моем случае проблемы которые описываются это неприятности которые выглядят чем-то неприятным на фоне того что мне дико нравится то как все нарисовано опять же мне понравилась музыка которая звучит на фоне с миром игры хочется знакомиться хочется пробежать из собственно из начала в конец для того чтобы увидеть все что было нарисовано все что было санимировано прям клево прям не знаю возвращает куда-то во времена машинариума и голову главного героя машинариума кстати здесь в одном из моментов я видел как видимо подсхалку а те штуки на которые я жалуюсь они как бы как моменты которые хотелось бы исправить но не как что-то что прям убивает все удовольствие от игры но с ними можно смириться да да поэтому я бы поставил не рефант It Returned to the Desert это игра из той плеяды которая прежде всего цепляет визуально графика здесь очень специфичная и я прекрасно понимаю что она не всем зайдет это такие крупные пиксели но при этом с некоторым закосом под реалистичность не знаю как еще это описать ну короче то есть с такой графикой делали игры в 90-х когда не было культа пиксель-арта закоса под мультяшность какую-то и вот ну в принципе нарочитой пиксельности игры были пиксельными просто из-за технических ограничений вот это что-то оттуда вот у меня подозрение что из-за весьма эксцентричного внешнего вида Steam считает что эта игра похожа на The Case of the Golden Idol возможно да внешний вид это во-первых а во-вторых я обратил внимание что здесь есть пошаговые бои и тут уж конечно все триггер сработал поэтому я заинтересовался и познакомился пошаговые бои это одна из сторон геймплея местного вторая весомая и возможно даже основная это такая незатейливая легкая адвенчура в которой мы выбираем место куда нам отправиться прибываем там можем встретить какого-нибудь персонажа провести с ним диалог либо можем там что-нибудь отыскать и потом решить куда нам идти дальше все это происходит в американской глуши в какой-то деревушке с населением там меньше ста человек почему мы здесь оказались да потому что мы играем за ученого который приехал исследовать метеорит упавший рядом с местным ранчо вокруг этого и развивается сюжет потом мы сталкиваемся с внезапной угрозой в виде гигантских муравьев и в общем щит эскалейтед и все это конечно пропитано таким знаменитым вот этим американским реднековским духом мы зайдем с шерифом поболтаем он на что-нибудь намекнет мы перейдем в другую локацию там с кем-нибудь пообщаемся отправимся в третью локацию там бах бой как-то вот так бои при этом незамысловатый это знакомая схема из все того же пресловутого икскома мы можем переместить персонажа выстрелить либо переместить чуть дальше либо сразу выстрелить а потом не получится переместить в общем вы понимаете о чем идет речь особо ничего тут хитрого разработчики не придумали ну и глобальный контекст он представляет собой то что мы должны ну вот мы столкнулись с этими муравьями и нам местное население еще не до конца верит что у них тут под боком роются гигантские насекомые которые могут их все сейчас сожрать и нам нужно организовать группу активистов сколотить банду единомышленников чтобы вместе убедить местных вот в реальности этой угрозы при этом здесь вступают в игру дополнительные механики вы когда собираете эту самую команду вы можете назначить кого-то на работу чтобы он добыл просто тупо деньги чтобы куда-нибудь их там вложить ну в плане купить расходников аптечек там или еще чего-нибудь можете отправить на патрулирование по-моему если я ничего не путаю это повышение возможности обнаружить новые бои а встречаться с муравьями проводить бои нужно для того чтобы все-таки повышался градус встревожности населения насколько можно судить по видеоматериалам и по скриншотам здесь есть и дополнительные еще какие-то механики я вам например вижу погоню на машине с перестрелкой смешивание разных цветов то есть возможно логические даже задачки присутствуют но до всего этого я еще пока не добрался мне всегда заходят вот подобные коктейли когда разработчики не следуют по какому-то проторенному пути не задействуют только вот известные схемы а пытаются комбинировать пытаются любопытные сочетания вычислять и применять и здесь вот это все ощущается плюсую сюда лично мне зашедший внешний вид плюсую сюда полупародийную реднековскую атмосферу и в итоге получаю мой субъективный не рефанд но с оговоркой что конечно игра на любителя и вы должны прекрасно это понимать если вот вам по видеоряду нравится устраивает и все это неплохо коррелируется с моими словами то попробуйте ну а закрывает сегодняшний выпуск игра которая опять играет в бинго со мной типа Ваня смотри какие прикольные штуки потому что мастер план это игра ну в общем очередной логистический тайкун есть точки которые производят разные ресурсы и надо как бы их производить и соединять но на этот раз все доведено прям до какого-то абсурда условности потому что ты не строишь здания ты строишь просто какие-то блоки ну да блоки блок схеме и потом ты эти блоки просто линиями соединяешь при том это как бы кривая безьешка который вообще на все по барабану она любое расстояние пройдет но тут же начинаются короче странности тебе надо строить вот эти вот безьешки точнее здания так чтобы они не пересекались учитывая количество условностей с которыми как бы существует игра тот факт что нельзя линию как-то подкорректировать и обвести вокруг здания это что-то очень странно это конечно с одной стороны хоть какое-то ограничение потому что иначе ты бы просто мог что угодно ставить куда угодно и у тебя не было бы вообще никаких проблем тем более что у зданий четко распределено что слева находятся входы справа всегда находится выход выдача там обработанной продукции или готовой или еще чего-нибудь существуют какие-то ресурсы которые вы собираете там дерево вода рыба и прочее и они делятся на разные уровни короче на нулевом уровне ты просто ставишь лесопилку и она стоит рядом с лесом и соответственно пилит лес и генерирует тебе деревья ты ставишь колодец рядом с водой он генерирует воду на первом уровне здания надо там типа парочку производить для того чтобы они что-то вместе делали ну и соответственно чем дальше тем более запаристые начинаются вот эти вот схемы некоторые производства ставятся типа есть глобальная большая карта на которой ты что-то делаешь что-то настраиваешь тебе говорят что надо наладить производство металла ты заходишь туда внутрь и это отдельная самостоятельная карта куда ты по линиям входа подаешь какие-то ресурсы и потом тебе надо это все устроить так чтобы на выходе получалось то что надо на выходе в принципе как бы здесь все работает но есть парочка очень странных решений которые у меня вызывают вопросы например здание строится с задержкой во времени ты не можешь просто взять и поставить там склад или ферму или еще что-нибудь ты это ставишь и тебе надо подождать пока оно построится никакой ценности у этого ожидания нету логика сама по себе зачем это надо для меня остается супер непонятной и во-вторых игры про логистику это игры про сложные производственные цепочки мастер план эту систему ломает через то что здесь склад это во-первых универсальное здание тебе не надо строить склад для металла склад для рыбы склад для воды ты просто любой ресурс подаешь на склад и он автоматически складируется больше того все постройки этого типа объединяются телепатической связью или еще как это назвать ну в общем как в Resident Evil у тебя есть ящик в каждом сейфруме и ты можешь каждый раз из него достать то что ты складывал в него в других комнатах здесь точно так же работает ты можешь поставить у воды 10 колодцев и все они будут сливать воду в один склад и потом на выходе с любого другого склада получать воду даже если туда вода не подается это автоматически ломает все логистические цепочки которые ты пытаешься сложно себе навертеть это не губит игру потому что если вы пришли сюда за чилом то оно и нормально удобно управляется опять же очень такой чиллаут прикольный звучит на фоне музыкальный и наверное единственное чего мне прям вот реально не хватило это каких-нибудь режима а-ля мини метро когда у тебя есть рандомно сгенерированная карта и тебе надо на ней там как-то расположиться и как-то жить вот соответственно если хочется чилового логистического тайкушного расслабона то мастер план эту нужду вполне способно удовлетворить ну и на этом у нас на сегодня все спасибо большое вам за просмотр и за возможно оставленный комментарий и также благодарим Андрея Маэстро Берестова за помощь с монтажом не забывайте рекомендовать и предлагать игры для следующих выпусков рефанда в тех же самых комментариях и до скорых встреч на stopgame.ru пока не забывайте